здравствуйте друзья я вас приглашаю сегодня на урок шитья несколько лет назад я открывала рубрику дадим детским вещам вторую жизнь вот и сегодня у меня вторая жизнь будет вот такому искусственному меху это было детская жилетка искусственный мех это трикотаж вот такой красивый с таким узором это была полочка это было воротник в общем хочу с этого что-то сделать для моей вот этой барби я хочу воспользоваться вот таким такой выкройкой я делала и показывала ее и сейчас буду использовать вот эту выкройку что будет как получится с этого я даже не представляю ну посмотрим какой будет конечный результат а пока начну шить и выкраивать ну что-то наподобие пальто или шубки или что-то так вот посмотрим наверно буду делать без застежки и какую-то такую длинненькую 11 приблизительно 11 сантиметров чтобы у меня была сама сделаю немножко длиннее так ничего не видно надо что-то придумать другое так 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 Продолжение следует... 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 так надеюсь это будет правильно проверить еще раз длина нормально и и и и и так друзьям отходов больше чем работы и рукавчик. Два рукавчика. Рукавчик у нас 9 сантиметров. 9 сантиметров. Можно тоже вырезать по узору. Это будет середина рукавчика. Два рукавчика. Два рукавчика. Один есть рукавчик. Два рукавчика. Два рукавчика. Два рукавчика. Два рукавчика. Два рукавчика. Придется весь вот этот мусор вычистить. Теперь моя работа. Убрать весь мусор и просто наметать все детали. Так, прежде мы сошьем плечевые швы. Шить я буду иголкой и ниткой. А потом будем вшивать рукава. Вот так вот будет у нас смотреться на первой стадии наша шубка. Проверила я еще раз выкройку. Отметила середину. Теперь я скалю серединку, чтоб я уже знала, где вот так вот. Теперь с этой стороны проверить. Вот теперь можно уже сшивать. Вот так выглядит уже сшитый рукавчик. Так, теперь приступаем к следующему. Немножечко откорректируем. Это середина. Откорректируем проймочку. Вот теперь можно подколоть и пришить. Так, я пришила второй рукавчик. Вот теперь вот так будет смотреться наша шубка. Теперь займемся горловиной. А горловина у меня будет капюшон. Капюшон. Придется немножко горловину вырезать. Впереди особенно. Уже после того, как я сделаю капюшончик. Уже после того, как я сделаю капюшончик. Уже после этого я сделаю капюшончик. этого кусочка нужно выкроить капюшон надо только посмотреть куда идет этот ворс наверно от лица сторону вот так вот это будет середина вырезать я здесь не буду буду сделать вот такую сплошную здесь он будет подворачиваться вот так будет смотреться сторону лица вырезала я уже капюшон но перед тем как пришивать капюшончик надо сделать завернуть вот так вот перед полочки и пришить прошить и только потом можно будет определить какой размер будет нашей горловины это будет середина я подшила полочки и сразу же подшила рукавчики так вот капюшон я вырезала новый мне показалось что он маленький будет здесь вот и поэтому я сделала новые побольше подлиннее теперь в капюшончике мне надо вот так подшить и и потом зашить да вот этой точки поставлю точку вот до этой точки здесь вот капюшончик зашить это пойдет уже в воротник горловину подшивала я обычно обычно обыкновенным потайным швом что такой потайной шов я надеюсь вы знаете подхватывая здесь немножко и так до конца этого капюшончик а так я зашила капюшончик теперь вывернем посмотрим как она будет смотреться так можно даже сделать примерку на барби только для этого надо прическу изменить так так и так 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 у нас вот этот разрез получился немножко больше чем сама горловина сильно горловину конечно не хотелось бы вырезать поэтому просто я возьму и здесь вот каждую отдельно чуть-чуть при соберу вот так вот чуть-чуть и вторую часть так сделаю чтобы она была одинаковая и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok рукавчики это так с одной стороны и с другой стороны пройму складываю вместе теперь рукавчик и полочку и спинку вместе это я все сшиваю и после этого подшиваю так подшивается сшивать я буду от проймы полочки и от проймы рукава ну вот друзья я полностью закончила свою работу сшила бока шила рукавчик и отшила вот так вот вниз и даже сделала вот такую вот застежку это будете застежка а просто вот с такими красивыми штучками сердечками будут вот такие завязочки потому что шутка это будет без застежки теперь хочу померить на барби вот так вот смотрится эта шубка на барби она не длинная получается капюшон получился большой но дело все в том что волосы должны быть куда-то убраны поэтому они будут убираться так в капюшон вот так смотрится капюшончик здесь все волосы собраны вот так друзья пишите мне комментарии мне очень хочется услышать ваши комментарии посоветуйте чтобы сделать что можно было бы сделать какую застежку кроме вот этих вот завязочек сердечками пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал всего самого хорошего спасибо за просмотр! Используйтесь! Продолжение следует...